Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С Call of Duty же каждый год нам выдают пятичасовую кампанию, состоящую из пробежек по кишскообразным коридорам, наполненную глупыми сюжетными поворотами, вызывающими только смех. И на мультиплеер еще вам, который не меняется со времен царя гороха. После ухода основного состава Infinity Ward в Respawn Entertainment, Триарч превратились из тех, кто догоняет, в тех, кто может еще сдержать франшизу под гнетом летящие в нее критики. Infinity Ward же приглашают оскароносного сценариста, который пишет бред для пятиклассников, заодно еще пустословят, обещая Next Gen, который остается только в системных требованиях, а потом еще и клянутся то, что он не будет самый крутой мультиплеер серии, в итоге выдавая самый худший, а на консолях... Это, если что, основные платформы игры, еще и достаточно порезанный. Если углубляться в детали и разбирать многопользовательскую часть игры по частям, то нужно будет остановиться на убогой системе респауна, который так и норовит тебя возродить прямо под носом у врага. Смешно, глупо, отвратно. Лучше играть предыдущий Call of Duty, если вдруг душе захотелось немножко бессмысленного места. На четвертом месте отвратительное создание людей, которые придумали Warframe. Если Warframe это бесплатная игра, то Star Trek The Game отнюдь не бесплатная игра и создана по лицензии. И вроде бы в ней все хорошо, да, с одной стороны. То есть, допустим, лица актеров есть, да, реальные лица актеров. Даже актеров смогли позвать на озвучку, но геймплей это просто ужасно. Баги, унылые перестрелки, дерьмовые игровые ситуации, все, все дерьмово. И Star Trek это отличный пример того, насколько ужасен был бы Warframe, если бы его продавали за деньги. Ужасен в смысле в вашем отношении к нему. Поэтому пусть Warframe остается бесплатной игрой. По крайней мере, к нему тогда не прикопаешься. Конечно, видеоигры, создающиеся по кинолицензии, почти всегда являются поделками для говно... Странных личностей. Но Star Trek переплюнул их все, я думаю. От разработчиков Darkness 2 ожидаешь хотя бы внятного, пусть даже пресного, экшена. Но мало того, что перестрелки в этой игре усыпляющие и раздражающие настолько, что даже джиглипуфу фору дадут, так еще и все остальное в этой игре больше напоминает бета-билд студенческого проекта, нежели игру от... Ну скажем, именитых разработчиков. Систематические баги становятся настолько привычными в этой игре, что ты даже перестаешь удивляться, почему ты сталкиваешься с ними каждые 5 минут, как с однообразными врагами в безвкусных локациях-лабиринтах. Про звуки оружия стоит забыть сразу же. Дабы не портить себе психику, вспоминая их звучанием. А воспоминания о некоторых эпизодах игры мозг блокирует сам. Потому что в них проявляется самое ужасное управление в истории видеоигр, наверное, вообще. Два часа, которые я провел в этой игре, были последними для меня. Я вытащил болванку с игрой из моего иксбокса и выбросил ее в мусорное ведро. После чего, конечно, я пошел в ближайшую церковь, дабы снять с себя грехи за воровство всей видеоигры. Но знаете, лучше быть грешником, чем покупать такое отвратительное месиво и показывать его народу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Паршивость The Walking Dead Survival Instinct сложно объяснить словами, потому что ее надо видеть. В этой игре отвратительно все. Графика, модели зомби, задания в миссиях, геймплей, звук, финал, действия главных героев. Все! Я одного не понимаю только. Как у разработчиков получилось позвать на озвучку актеров сериала «Ходячие мертвецы»? Ведь это то же самое, что пригласить шефа итальянского пятизвездочного ресторана приготовить пару блюд в Макдональдсе. Более того, эта игра длится всего 4 часа. Абсолютно не реиграбельна, не предлагает дополнительных режимов. По крайней мере не предлагала, когда только вышла. Но стоит как полноценная ритейл-игра, то есть целых 60 баксов. А в русском стиме 1100 рублей. Хотя ей больше подходит быть фритуплейной и выступать примером того, как мне следует делать игры. Даже по лицензии. Стоит ли говорить о багах и потрясающем рэкдоле, отсутствии искусственного интеллекта, меняеме физики, хоть чего-то? Я думаю, нет. Сия игра есть просто сделанная наспех за 5 долларов в нечто, что призвано стрельнуть бабла умственно отсталой части фанатов «Ходячих» и уничтожить терминал реалити. Что может быть хуже The Walking Dead? Естественно, Эллинс, Колония Маринс на втором месте. Если вы играете в эту игру не в кооперативе, если вы решили то, что вы такой умный, клёвый и вообще классный, и вы решили поиграть в мультиплеер этой игры спустя хотя бы месяц после выхода этой игры, то, увы, огорчу я вас, потому что мультиплеер давным-давно мёртв, одиночная компания дерьмо, никто из ваших друзей не любит эту игру, вы, если считаете эту игру игрой года просто дебилы и самозванец, пошёл вон отсюда, тебя никто не любит. Эта игра дерьмо, она отстой, разработчики нам врали, всех надо уволить, и хорошо, что я не купил себе запас. Когда вышел ремейк Aliens vs Predator 2010 года выпуска, я лично думал, что хуже этой игры по вселенной Чужих сделать просто невозможно. Я очень сильно ждал Aliens Colonial Marines, видел в ней знаковый проект, который вдохнёт жизнь в игровую часть франшизы Aliens. Предрелизные ролики игры были поразительны. Атмосферные зарисовки, идущие подщёлканья датчика движения морпехи, снующие в темноте Чужие и так далее. Даже тот факт, что здесь косят пришельцев налево и направо, не удручал. На уступки всё же можно пойти ради общего блага. Но в итоге получилась какая-то срань. Эта уродливая поделка, которая прошла через настоящий ад во время разработки, заслужила то, что заслужила. Пинков под зад от всех. От критиков, от игроков, от издателей, от божественных существ. Блин, я думаю, что если инопланетяне увидят эту игру, они не решатся устанавливать с нами контакт, потому что подумают, что мы всё ещё находимся на цепочке эволюции в состоянии пещерного человека. Как можно подсовывать такое ужасное месиво, которое проходится в кооперативе за 4 часа, наполненное багами и тонной чужих, управляемых ужасным искусственным интеллектом, вообще непонятно. Ранее упомянутый Эленинс vs Predator на фоне этого проекта выглядит просто шедеврально. Если кто-то считал, что Duke Nukem Forever плох, вот вам отличный пример того, что такое плохо, ужасно и вообще не должно существовать. Как и Майли Сайрус. Ну, первое место, я думаю, заслуженно отдаётся одной потрясающей игре, которая может использовать вам всё ваше впечатление от франшизы. Знаете, это ситуация, когда издатель хочет на громком франчайзе, на опыте одних разработчиков сделать быстрые деньги, отдав эту же лицензию, всё отдав вообще все наработки, созданные одной командой и другой команде, неопытной, которая ни хера не может сделать, ничего не может придумать, у неё есть только лицензия. И в итоге она делает нам недоделанный кусок дерьма. В этой игре куча багов. Она неинтересная, она представляет в себе всё то же самое, что было в прошлых играх этой франшизы, но при этом не может давать ничего своего, и тем более теряет в качестве по отношению к двум другим играм. Это игра Batman Arkham Origins. Warner Bros. нужно удавиться где-нибудь, потому что они не понимают, что они делают, поступая так со своей франшизой. Разработчики этой игры вообще не осознали, в чём суть всех приключений Бэтмена. И если вы фанат Batman Arkham City и Batman Arkham Origins, я вам абсолютно... Arkham City и Arkham Asylum, простите. Я вам абсолютно не советую садиться за Batman Arkham Origins, потому что всё, что она будет вызывать у вас, это рвотные позывы. Увы, но эта игра абсолютно ужасна и отвратительна. Да, может быть она хороша в каких-то там аспектах, но в целом она... Когда игра заведомо может быть плохой, ты не ощущаешь, что тебя обманули, когда ты её прошёл и разочаровался. Ну да, был шанс того, что она могла быть хорошей, неприятный осадок остался, а потом ушёл. Но тут другой случай. Rocksteady подняли планку качества в игродеве своими двумя играми про Бэтмена на нехилую высоту. В Warner Bros. Монреале же всё прострали, окунувши Бэтмена из себя самих в ушат с дерьмом. Перед тем, как выпускать Batman Arkham Origins, нужно было ещё парочку месяцев его олировать. Об этом явно твердит десяток патчей, которыми одобрили разработчики свою игру в Стиме. Один из которых, кстати, весит целый гигабайт. Batman Arkham Origins напичкан багами разной вершины, некоторые из которых могут зарубить вам прогресс по сюжетной линии на корню. Попытавшись скопировать игровую механику, разработанную на Rocksteady, Warner Bros. Монреале не смогли её кошерно вписать в процесс, забывая, что для каждой новой стычки нужно не просто отвешивать больше разных новых врагов Бэтмену, тем самым устраиваясь каждым разом всё более масштабную потасовку, а чётко взвешивать все возможности противостоящих главному герою врагов, тем самым расставляя пазл, который Бэтмену придётся собрать в бою, убрал сначала вот тех, а потом других, а затем третьих. Разработчики из Монреале пытались сделать что-то подобное своими руками, но жутко зафейлились чуть менее чем полностью. То же самое и со стелсовыми столкновениями, которые в прошлых играх с каждым разом становились всё интереснее и сложнее. Здесь же они разбиты на несколько групп, каждая из которых содержит однообразные стычки против одних и тех же врагов. Битвы с боссами засраны по самой не хочу. Впечатляет из всех их лишь одна подобная схватка. Её Бэтмен проводит против Электрошокера. И длится она 5 секунд. Да. Отдельное спасибо разработчикам за потрясающий актёрский состав, который полностью сменил лучезарный из Эрхэм-Сити. Теперь я знаю, например, что под маской Бэтмена прячется Крис Редвилд. По уровню мышечной массы хотя бы судить можно. Видать на хороших актёров жирные президенты Warner Bros. деньги за жители, сказав своим рабам из Монреальской студии запилить хоть что-нибудь по-быстрому и так, чтобы хорошо продавалось. Жалко, конечно, разработчиков. Хотя, по делам, не будут святое трогать своими дилетантскими ручонками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!